Вы смотрите отзыв об отеле The Free Sisters. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Алексей Смирнов, который был в нем в 2015 году. Таллин. Две ночи в Трисестры 5 звезд. Мечту осуществить. Рассказ о поездке, заказал на два ночи номер Deluxe. Как всегда, по секрету от Татьяны, отель должен был стать для нее сюрпризом. Нолдовские пограничники поломали весь кайф, естественно, спросили ее на границе, какова цель поездки и где будете жить. Но цель, то она знала, а вот про отель пришлось колоться. Жалко. Приехали, заселились в номер номер 25. Они там все разные по оформлению. Но что сказать, оборудование номера просто убило, он большой, но половину его занимает огромная кровать под балдахином, а значительную часть свободного пространства. Ванна емкая, глубокая. Кто, то назовет это идиотизмом, кто, то утонченным эротизмом. Мне, честно, ближе первое, учитывая тот факт, что здание гостиницы, вообще, то, относится к 14 веку. Неоднократно перестраивались, но никакого центрального отопления там нет, и номеры и ресторан отапливаются масляными радиаторами и тепловентиляторами. Хорошо был плюс, а вот как там зимой. Под потолком было какое-то отверстие, возможно, через него тоже подается теплый воздух. Представляю в этой связи нежную даму, поднимающуюся из этой ванны в хлопьях пена и пупырышках от холода. А если еще и ноги задумает побрить. Какой вот эротизм, идиотизм. Единственное, что пришло нам в голову в этой связи, это незабвенная фрекенбок. Алло, это телевидение, да? Это отдел жизни привидений, да? Да, вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение, приезжайте срочно, я хочу о нем поведать миру. Надо сказать, что в 2009 году, отель был признан World Hotel Awards победителем в категории Чрустайлиш и назван самым стильным отелем мира. Это, кстати, я тоже знал и хотел посмотреть, что же там такого стильного. Так вот стиль пошел в ущерб здравому смыслу. Про эротичную ванну, она есть и в других номерах, я уже написал. А вот в санусле, он, к счастью, в отдельной комнате, каменные стены и отопления вообще нет. В душе установлена лейка сантиметров в десяти от стены, и чтобы под нее попасть, надо, буквально, прижиматься к кранам в стене, а раковина для мытья рук выглядит так, кран сантиметров в пяти от края раковины и помыть в ней руки, реальная проблема. Свет включается, выключается или клавишами у двери или с пульта. Но выключить, например, одну из двух прикроватных ламп нельзя, только обе, у них просто нет выключателей. Дизайнеры, мать их. Окна в номере на ночь закрываются изнутри деревянными ставнями, сейчас, когда нет листьев на деревьях, из окна видно море. В номере ноутбук, бесплатный интернет, телевизор показывает три или четыре русскоязычных канала, чайник, вода из-под крана, очищенный от чая, кофе, бутилированная вода, бесплатно. В качестве презента от отеля при заселении принесли два бокала глинтвейна, вкусный, вкуснее, чем в городе. Завтрак бедненький, сосиски, бекон, одна каша и какая, то типа яичная запеканка. Из горячего, все. Правда предлагали блинчики, чего, то еще, но ждать не хотелось. Примерно три, четыре вида колбас и сырок. Честно, в немецких трешках завтраки гораздо богаче. Может потому, что в первое утро мы завтракали вообще одни, во второе уже было человек десять, в отеле 23 номера. Что характерно, набирать еду надо было в одной комнате, потом проходить через вторую и идти в третью. В одном из зданий гостиницы находится пафосный ресторан Бордоу. Оригинальный потолок. И интерьеры, это, конечно, самое интересное. Персонал вышкаленный вечером, приходя в номер видели разобранную кровать, закрытые ставни, но и стрек, на девушек на ресепшн-пак. Русский разумеет только одна, правда, рядом дежурит русскоязычная юноша. Жилых в отеле три этажа, есть лифт до второго, как его умудрились засунуть в такие древние стены, загадка. Резюме, мечта сбылась. Вот такие они, три сестры. Но на пять звезд, им хо, не тянут. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова